Ужас какой! Дайте два! Номер 10. Солнцестояние Первый просмотр Солнцестояния может вас запутать, и вы не сможете по-настоящему оценить историю и развитие персонажей. Арка главной героини Дэнни весьма увлекательна, ведь она превращается из пассивной и невероятно истеричной особы в уверенную особу, которая с удовольствием наблюдает, как ее парень горит заживо. И когда знаешь, где в конечном итоге оказывается персонаж Дэнни, смотреть фильм второй раз – кайф. Зрители могут оценить мелкие моменты и детали, которые в конечном итоге складываются воедино. Как будто мало мотивации еще раз заценить завораживающую игру Флоренс Пью. Номер 9. Мы Мы – долгожданное продолжение «Прочь» Джордана Пилла. Это история о семье, которую преследуют молчаливые двойники. Их называют «Привязанные», и эти двойники на самом деле клоны, созданные правительством США для управления своими прототипами в реальном мире. Нас заставляют поверить, что Ред просто еще одна «Привязанная». Но финал показывает, что она на самом деле настоящая Аделаида. В детстве ее заменил двойник. Эта важная информация делает повторный просмотр интереснее. Особенно, когда речь идет о мотивации, поведении, скрипучем голосе и трагической гибели Ред от рук ее прототипа. Номер 8. Визит. В этом фильме М. Найт Шьямалан вернулся в строй, подкинул множество пугающих моментов и замечательный сюжетный твист. В Визите через псевдодокументалку показывается, как молодые Бека и Тайлер впервые встречаются со своими дедушкой и бабушкой, ведь их мать отвергли за то, что она вышла замуж за своего школьного учителя. Однако твист в том, что, приготовьтесь, эта пожилая пара на самом деле не их родня, а небеглые психи, которые убили настоящих бабушку и деда. Это позволяет более точно понять события фильма, их странное поведение и настоящую причину, почему закрыты двери в подвал. Такая инфа делает второй просмотр лучше и страшнее, ведь можно отключить критическую часть мозга, одержимую решением головоломки, и просто наслаждаться ужасами. Номер 7. Черное Рождество. Во многих слэшерах зрители часто задаются целью выяснить личность и мотивы убийцы. Чёрное Рождество уникально, потому что никогда не раскрывает эту информацию. Хотя мы знаем, что убийца называет себя Билли, создатели фильма намеренно скрыли его личность, внешность и мотивы, в надежде, что эта тайна усилит ужас. В фильме есть довольно известный твист, когда выясняется, что жуткие телефонные звонки идут из дома, ведь история основана на известной на Западе городской легенде под названием «Няня и мужчина наверху». То, что мы не поймём и не узнаем, кто убийца, делает события фильма ещё более ужасающими. Номер 6. Впасти безумие. В этом недооценённом фильме Джона Карпентера Сэм Нилл сыграл Джона Трента, страхового следователя, которому поручено найти пропавшего автора ужастиков Саттера Кейна. Рассказы Кейна якобы сводят людей с ума. Конечно, задача постепенно усложняется, и фильм постепенно погружается в хаос, включая внепространственных монстров, лицевые порталы и осознание того, что это на самом деле вымышленное кино во вселенной фильма. Поняли? В первый раз это может сбивать с толку, но именно это делает второй и третий просмотр таким важным. Когда всё это проясняется, фильм становится намного приятнее. Номер 5. Не дыши. Этот закрученный фильм начинается достаточно буднично. Преступники решают ворваться в дом слепого, чтобы украсть компенсацию за смерть дочери, погибшей в автокатастрофе. Этот человек сидит на примерно 300 км! От этого становится только жутче. Во-первых, зрители обнаруживают, что слепой держит убийцу своей дочери в подвале. Конечно, это достаточно страшно. Но затем мы обнаруживаем, что он оплодотворил её в надежде на то, что та родит ему замену ребёнка. Я предупреждал, что я ее свободу, как она мне дала ребенка. Это не только проливает новый свет на события первого акта, но также заставляет нас переосмыслить мораль всех участников. Номер 4. Лестница Иакоба Этот волнующий фильм поведает о Джейкобе Сингере, ветеране вьетнамской войны, который страдает от тяжелых галлюцинаций. Я не понимаю, что в тебя пришло, Джейк. Я не действую нормальным. Его коллеги-ветераны сообщают о подобных симптомах, и это подталкивает к мысли, что они жертвы военного эксперимента. Правда же, гораздо более приземленная и ужасающая. Джейкоб умер во Вьетнаме, и все, что он пережил в фильме, это попытка его разума осмыслить собственную смерть. А может, это некие религиозные рассуждения его души? В любом случае, эти события были ненастоящими. Осознание подобного одновременно и освобождает, и пугает. Освобождение позволяет нам наслаждаться ужасом без лишних углублений в сюжет. И фильм пугает дополнительным слоем мрачнухи. Номер 3. Нечто. Ужас «Нечто» основан на незнании, что же это за хрень. Для тех, кто не видел фильм, речь идет об инопланетном существе, которое убивает людей и копирует их внешний вид. Таким образом, все на антарктической базе становятся лютыми параноиками и начинают подозревать друг друга. Правда медленно раскрывается на протяжении всего фильма, а некоторые персонажи становятся жертвами инопланетян и умирают. Знание того, кто заразится и когда, делает второй просмотр еще более приятным и пугающим. Ведь теперь вы замечаете все мелкие детали и изменения в характерах, которые теперь довольно очевидны. Кроме того, это дает больше времени, чтобы оценить невероятные визуальные эффекты. Номер 2. Техасская резня бензопилой. В техасской резне бензопилой нет ничего удивительного. Чем больше смотришь, тем страшнее становится. В этом фильме много деталей, которые становятся лучше при повторном просмотре. Гротескные декорации, грим и множество других способов, которыми Тоби Хупер повлиял на жанр. Во второй раз можно получать удовольствие от медленного развития истории. Ведь теперь вы знаете, что в истории участвуют все, с кем встречаются персонажи, включая чувака, что резал пальцы в начале и дружелюбного владельца заправочной станции. Это тот самый исключительный слэшер, который нельзя испортить спойлерами. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер 1. Пила. Все знают Пилу за кровищу, но многие забывают, насколько хорошо снят первый фильм. Зрителям говорят, что конструктор любит наблюдать за своими жертвами, и нас заставляют поверить, что Зепп – убийца. Но через блестящий твист выяснилось, что Зепп – всего лишь очередная жертва, и что настоящий Пила все время был в комнате с Адамом и Лоуренсом. Это один из самых известных твистов в истории хорроров, и он заставляет нас возвращаться снова и снова. На самом деле, знать все подсказки и как они сочетаются друг с другом позволит по-настоящему оценить качество сценария и получить от повторного просмотра классный опыт. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях, загляните к нам в Телегу и зацените другие ролики на канале. И не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе!